Аудиторы нашли нарушение. Использование грантов в регионе между Кировской и Запорожской областью будет взаимовыгодное сотрудничество. Учителя из разных районов области удостоились государственных наград. Эти темы сегодня были в центре внимания на совещании в областном правительстве. О самом важном расскажем далее. Президент страны Владимир Путин отметил жителей Кировской области государственными наградами. Звание заслуженного учителя Российской Федерации удостоились учителя школ села Сырьяны, Белохолуницкого района, села Посегово, Кирово-Чепецкого района, Амутнинской школы. Несколько человек получили почетное звание заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации. Глава региона рассказал об итогах поездки в Запорожскую область и подшефный Веселовский район, где при поддержке Кировской области ведется ремонт социальной и коммунальной инфраструктуры. На встречу с главой правительства Запорожской области пришли к решению о взаимопомощи. В Запорожской области, понятно, нет леса совсем. Им нужны стройматериалы, потому что постоянно идут ремонты, то крыши, то еще чего. А там очень хорошая земля, они производят в большом количестве овощей, фруктов, черешню. Администрация губернатора Кировской области выявила нарушение при использовании грантов. Под аудит попали конкурсы, состоявшиеся за последние пять лет. Предприниматель Вескополянского района не была приобретена, либо реконструирована, установлена соглашением срок фермы для крупнорогатого скота. Размер предоставленного гранту, подлежащий возврату, составил 11 миллионов рублей. Предпринимателям Верхошиженского района совершено хищение бюджетных средств в размере 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Такие вещи могут происходить или по халатности, недосмотру, или кто-то из ваших чиновников, это поощряет. Значит, для этого я просил проводить служебные проверки и передаем материалы правоохранительным органам. В Кировской области введен режим повышенной готовности из-за морозов. Глава региона дал поручение усилить работу по противопожарной безопасности, взять под контроль коммунальную инфраструктуру, проверить состояние котельных и пунктов обогрева на трассах. Наталья Бакерина, Кирилл Лянгузов, Бюро новостей Довича.